Окей, значит, открываем где положено, положено кафе мутбет, лишь к концу, да, у нас последняя маленькая сугеда Мишны, да, которая даже штенза не имеет отдельной буквы. Амарова равна, да, вот это, значит, вспомним, что у нас было перед этим. Перед этим у нас была сугеда про то, как можно ли носить народ в паланкине, да, носил как бы, ну, в емках, да. Значит, вроде бы последним ответом являлось следующее, что можно, если это человек значительный для общества, да, если это, например, раб, который, коллег, а вы без глаз, а, ну, смотрите, я думал вам почитать, предложить, ну, ладно, это самое, значит, да, если это, например, раб, который, который едет, ну, в смысле, должен переместиться куда-нибудь, чтобы прочесть, ну, там, вести уроку или женщинцы того, и сам он ногами слаб, то его как бы, о как. Это какой-то сайт со Штензальцем, да, я слышал, что есть. Есть много таких. Это со Штензальцем, а? Конечно. А, это Вильнюк. А Штензальца нету, по-моему. Не кто-то говорил, что есть. Есть, да? Не кто-то говорил, что есть, мне написано в итоге. У меня есть трактат, если кто-то говорил. О, Рина. А, Рина, ну, здрасьте. Здрасьте. Я прошу прощения, если бы я с танцем не могу, чтобы очень тяжелая ночь, я только захватив пришли. А, вау. Так. В общем, еще раз, да, если... Да, конечно. Посмотрите, только правильный масс-эффект там есть. Есть, по-моему, один масс-эффект, по-моему, здесь тоже есть, если я не ошибаюсь. Да, конечно. Ой, ну, что ты, сын, еще шесть дня умер, да. Я не понял. Это за... Это за отряды, да? Спасибо. За, наверное, это... Ну, там, какие-то икрашки. Получу за отряды. Спасибо большое. А, Наташа же еще нет. Нет, Наташа нет. Так, это я не знаю. Итак, значит, что сказать... Да, значит, и того, значит, выносить в Пуланкине можно вроде бы как человека, значимого для общества. Там перед этим еще было ужасно интересное, всякое обсуждение, ну, такое годическое, про роль юриста народа и Тори в его жизни. Ну, как бы, это все было прошло. А про Пуланкину еще по трем сейчас немножечко. А кто нас читал вот в прошлый раз про Пуланкину? Чему ли вы? Чему ли вы? Ну, это начитывается. Ну, тогда... Ну, мне это просто не трудно, это вообще не дошло. А, ну, хорошо. А, ну, хорошо. Давайте я сам, я сам дочитаю. Да, давайте. Амарло... А то я забыл прочитать. Амарло, Раб Нахман, л'хама, бар-ада, шриях цион. Кисалкат леатам, акиф визи, ласулам ладцов. Визи, легабей, лраби Яков бар-иди. Убай, мине. Убай, мине. Кисал. Умна атонбе. ОК. Значит, Раб Нахман сказал, некому человеку, хама бар-ада, который, ну, такой официальный прозвич, или, может быть, должность, что называется шалер цион. Это хав-эй, амут-бэк. Хав-эй, амут-бэк. Это примерно где-то вот здесь. Вот. Вот. Амарло, Раб Нахман, вот здесь вот. Халер цион. Интересно, что он делает? Шалер цион. И он, как я понял, по Раши и Штензальцу, это человек, который, который регулярно ездит туда-сюда, как бы, и привозит сведения из местных киши в Вавилонске. Ну, и наоборот. И говорит, что учат здесь, да, вот эта вот идея. Ну, в этом смысле, да, примерно. Ну, и, возможно, или наоборот тоже, да, предпринимает нашим, значит, ему дают сам вавилонские сведения. Значит, у Раши так написано, смотрите, шалер цион, шалер цион, шалер цион, вот он. Рагиль Хаяль наоборот люрушалай. Люрушалай, это, конечно, Раши, это по недовольству ляпно, потому что в Русалиме тогда евреи все что не жили. Ну, не было значительной общины в Русалиме в еврейское время. В Тверии? Ну, да, вот он на севере, да, в Тверии, в Тверии. Да, главная шива в Тверии. В Кесае была значительная шива, но не в Русалиме. Вот. Значит, он говорит о том, что ли? Интересно больше здесь. Я хотел проверить, но забыл. Вот. Штанет говорит, а я шалиах шаль гешивот эр от Исраэль. То есть, он как бы наоборот, как бы местный друг, который приезжает время от времени в Вавилон. У Раши вроде становится впечатление, что он в Вавилонянин, который время от времени приезжает в Израиль. Дело в том, что категория таких мудрецов велика. Это не единственный человек, про которого мы это знаем. Не называется шалер цием. Я не знаю, почему. А в данном случае какая разница? Есть принципиально? Нет уже? Нет, она дважды невелика. Сейчас мы увидим, почему. Это ужасно смешной феномен. Я даже расскажу. Дело в том, что в местных Исшио половина студентов и преподавателей были бы в Вавилонянин в происхождении. Вы разыскали? Да, в земле Израиля после смерти Рабьохана, я так понимаю, что это примерно тогда, сколько уже после смерти Рабьохана, чуть ли не один значимый мудрец не был, не был, собственно, местного происхождения. Они были все, все подавали в Вавилоняне, которые переехали, наоборот, в Израиль и обосрались там. И сейчас увидим некоторых из них. Значит, вот, так что получается, что, получается, немножко странная, как бы, странная ситуация. некий вавилонский человек бегает между Вавилоном и Израилем, чтобы передавать сведения от Вавилонян Вавилонян по сути. А, интересно. Вот. Мы сейчас увидим всех этих персонажей. Вот. И Рабьохан ему говорит, когда ты поедешь туда, туда, это в Израиль, ты сделай крюк и пойди по цорской лестнице, это такой горный перевал известный Лама-де-Цор, это такое место, место очень известное, по дороге в Израиль, если взять немножко севернее, это Оузор, если взять немножко севернее, то оказываешься как раз вот на этом цорском перевале. Это известное место. Вот. Почему он так говорит, я не помню. И Раш, например, мне не объясняет. А, нет, вот что-то объясняет. А Акиф Арбе-Вишвили Арбе-Вишвили Арбе-Вишвили, Арбе-Вишвили, Акиф Ахан, Валех Эдерг Сулам Алодхар, Шэксу, Шэшам Юшеве, ААА, Шэшам Юшеве, ААААА, Потому что это мудрец, которого он хотел запросить, вот это вот, ты сделай крючок, пойди по этому Сулам, Сулам Адахсов, да, вот по этому перевалу, И там, судя по всему, рядом с этим привалом живет этот вот раб Яков Баргихин, суть по Раши. И пойди к этому рабе Яков Баргихин и спроси у него. И задай ему этот вопрос. Кисе, я так понимаю, вот этот паламкин и есть. Что вы думаете по поводу этого дела? Равна вам некоторой нерешительности. Он не знает, что делать. Атун – это вы. А Б – это в нем. Ну, буквально. Что вы о нем думаете? Как вы о нем решили? У Вавиланян есть какая-то своя традиция. Вроде бы они… Ну, это другой рафнан. Рафнан в конце предыдущей судьи. Вот у нас там есть некоторая традиция, что значительных людей мы можем туда-сюда ворочать. А что у вас? Как у вас в Израиле принято? А да, заля, там нахнавши до раб Яков Баргихин. Пока тот собирался, тот раб Яков Баргихин помер. Поэтому, значит, спросить его не удалось. Где Салик? Ашка хелаб зри. Когда он, таки, пришел туда… Салик – это приходить, да? Салик – это Аллот. Да, ну, в землю Израиля восходят, да. Когда он, значит, прибыл, он нашел некого раба зри. Существует он тоже у Вавиланян. Такое у меня ощущение. Я не знаю его подробно. Есть такое ощущение. И сказал ему… Ну, я бы нашел того и спросил, да. Значит, изловил, значит, некого раба зри. Человека, в сущности, не очень значительного. Я, я понимаю, мало знаю, поэтому из этого следует, что… Мудрец второго порядка. Во-первых, я всех знаю лично. Значит, изловил некого раба зри. И говорит, ну, и чего вы думаете по этому, по поводу этого, значит, эссе. Это, да? Амарлей… Ах, амар Рабиани. Еще один Вавиланян, конечно, практически. Рабиани вывезло. Он как раз первым. То есть он ссылается на еще потом? Да. Ну, это… Ну, еще раз. Раби Зарейки никто практически. И звать его, в общем-то, почти что никто. Вот. Раби Ами – это совершенно другая фигура. Это один из наследников Раби Йохана. Это серьезный человек. Вот. Вегоня. Вот. Раби Йоханом он здесь. Что? Раби Йоханом. Раби Йохан Решлакеш здесь. Все остальные. Раби Лазар, Раби Ами, Раби Аси, Раби Ирмия. Весь этот народ, они все. Все сплошные. Это уже после смерти Раби Йоханом дело происходит. Раби Ами говорит так. Раби Ами говорит так. Ну, типа, можно, но только чтобы на плечо, что-то там с плечом. Что такое Рекатеф? Рекатеф – это может означать разные вещи. Это может означать, что нести на плечо. Это что вообще такое? Как еще это нести? Что? Как еще это нужно нести? Вот так. Ого, шоу. Да, девчонки. Пожалуйста. Хороший мой, я на уроке сейчас. Не могу никого взять. Давай мне, пожалуйста, автомамеры переселить. Хороший мой, я сделать ничего не могу. Я сейчас на уроке в совершенно другом месте. Все. До свидания. Ло-екатеф. Ло-екатеф, да. Он говорит, носить типа можно. Значит, лекатеф – это еще и вот что. Когда человек несет ношу, он иногда как бы опирается на лекатеф – это в том числе и так как бы поправлять ношу. Да. Может быть, это это значит. Но вроде бы нет. Потому что они говорят так. Ума и бельва человек атеф. А что это, собственно, значит? Амаров Юсеев Брейдерала. Опять у нас мяч обратно в Вавилан. То есть, я так понял, что этот, как его звать, хама Ада приносит, значит, им обратно в Вавилан. Говорит, этот там Ада, ну, в общем, как говорит там этот друг, Яков Бариди, он помер давно. Кстати, тоже, по-моему, Вавиланин. Я спросил еще кого-то. Я нашел кого-то там левого человека, он сказал мне Раван и сказал вот так. Все. На этом сообщение закончилось. Да, заканчивается. Начинается отверждение. Вавиланин уже внутри был. А, а теперь он обсуждает? Да. Потому что этот вот, этот вот человек, который, который Рав Юсеф Брейдерава, это уж точно, это уж точно Вавиланин. Вавиланин Вавиланин. Вовулианин. В Нет, нет, пожалуйста, вы описываете. Вообще, так, людям постоянно, это не намекка, а так, я 接下來, более чем намекка, людям постоянно, посещающим урок стоит приобрести thinkant. удобный для его чтения для их чтения Амаров Йосеф Брейдеров был алунки он говорит ну сегодня алунка это просто носилки тогда это я так понимаю было наоборот, был такой навороченный планкин вот слева нарисовала нечто под названием глутки которая видимо про которую у нас говорилось в предыдущей субъект в общем алунки я так понимаю вот шамутен зру ошель катэв хавэро альктыфо вазэб кисо йоше вальзру тав ааа это просто вот так руками ааа вот так вот вот так вот на руках собственно буквально его носили и вроде бы как это как раз нельзя они говорят вот это и есть катэ? вот это значит называется катэ как-то вот так да друг к другу они как-то смотали вот так вот так и значит носили это сам носили а и вот так нельзя? вот так вроде бы почему то нельзя я не хочу понимать почему да 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 аааа все сидит не человек, а стул, на котором он сидит. Они как бы держат, они вот в какой-то конструкции своих рук, они поддерживают стул, на котором сидит значит, эта, значит, для персонажа. И так вроде бы нельзя. А можно как-то еще. И Раша говорит, что это вроде бы как Дерет Фоль в Эпаргейсе. Это как бы очень будничный. Так всегда делают. Так делают сплошь и рядом. Все время значительных людей вносят в зал на руках каждый-каждый день. Есть ли какая-то книжка? Есть ли какая-то книжка? Я свою запасную уже отдал. Потому что, в принципе, это так сказать, что никому не надо будет продать. Вот, пожалуйста. Замы большущие и толстющие книжки. Пожалуйста. Знаете, Шалмон? Да. Найти Наташу или вы справитесь? Ну, лучше найти. Да, Настоящий Салмон совершенно верно. Очень хорошо я еще. Вот здесь. Вот примерно вот тут. Вот здесь. Вот, значит, так. Значит, так. Окей. Они несколько возбуждаются по этому поводу. Говорят, ими. Ими – это практически самый сильный оператор возражения не обязательно с помощью авторитетного текста. с помощью авторитетного текста. Это обычно мейтивы или что-нибудь типа того. Да? Возражения возражения взывающие к здравому смыслу или к тексту. Это не такое. Но возражения именно вот вот мне удивительно. Я удивлен, слышал такие ваши слова. Еще такие, да? Еще такие, да. Вот типа так. Да. И неужели? Разве так? Да. Вяравнахман Опять же, тот же самый Равнахман, да? Шра ли Ялта ли миферка Алунки? А ведь Равнахман разрешался жене Ялте выезжать вот таким вот, таким вот в космос. Ну, в виде Алунки. Это та жена Ялта, которая с вином там чужая? Та жена Ялта. У нее никакой другой жены Ялты не было. Это была та самая жена Ялта. Она из дома Рэш-Галута. Через Наилу. Я не знаю, как. Я не знаю, как. Но это одна из немногих сравнительно женщин, поменовала Калмунглер. Тем более в амарайское время. Сколько их там было? Вот мы сейчас с вами разговаривали. Здесь половина, два с половиной человека буквально. Ялта, да, это как ее, как было? Нет, Брурия, она в Астанаическом. Брурия. Там не только есть Брурия, там есть Има-Шаром. Здесь несколько человек. Ну, тоже две с половиной женщин, тетка, примерно. И две с половиной тетки, примерно в Астанайское время, и две с половиной тетки, помарайских. В общем, не очень-то прямо так. Жаловали. Ну, жаловали. Может, или не жаловали там где-то там в своих домах. Но публичное обсуждение обычно не уносили. Но Ялта известная тетяка. Она из дома Реш-Гарлута. Поэтому, вот, они говорят, что, возможно, именно поэтому. Он говорит, но как же? Равнахман разрешал своей жене Ялте выезжать в этой самой Алумпе в этой самой Алумпе. То есть, вот таким вот способом. Что Алумпе, это все-таки руками просто, да? Нет, Алумпе, что такое Алумпе, они понимают. Это именно руками, да. То есть, мы, я же, наверное, не учил в киноте или в фильме рабы. Какая разница, кто ее носил? Нет, ну, нет, все-таки не рабы. Иначе, параллельно, проблемы бы не было. Хотя, да нет, почему? И с рабами та же самая проблема. Какая разница? Почему? Рабы должны выполнять все запреты, но не все предписательные. Рабы и женщины выполняют все запреты, но не все предписательные. Рабы вообще выполняют то же самое, что и женщины. А женщину можно? Женщину нельзя, но, наверное, раба не будет. Они говорят, шана Ялта дебеита. Они говорят, Ялта другое дело, она боялась. Боится. Страшно ей было, что упадет. Поэтому ей нужна была такая мощная поддержка со стороны большого количества людей. Это, в основном, много человек осуществляет. Так что она не будет бояться. Если просто ее посадить на стул и просто вынести, то она бы боялась. Лошадка на конструкции. Вообще странно, почему со стулом… Нет, имеется в виду как? Имеется в виду, что если ты ее несешь вот так, вот так, за ножки, например, так можно. Это ложа как-то. Понятно, да? Не понимаю. Представьте две конструкции. Первая конструкция. Сидишь человек на стуле. Вот я сижу на стуле. Четыре человека берутся за ножки сильных человек и поднимают меня вверх. Как на свадьбе? Как на свадьбе. И что, и так можно? Это можно, это не алунки. Да? Это новый котель. Алунки – это когда… Алунки – это когда весь этот стул берут там восемь человек на роду или там, ну сколько поменьше, и опирают, наверное, на себя буквально. А, в этом смысле. Да. Так, это гораздо более устойчивая конструкция. Значит, я вот боялась. Боялась шаткой, шаткой, неустойчивую, значит, водороскова. Поэтому ее, значит, нагружали прямо на всех, значит, ковопал. И вот тут, и вот тут где-то, сейчас мы, сейчас вот. Где же они говорят про… Где-то же они говорят про Ялту, что она… Нет, не вижу, куда говорят. Ну, неважно. Я читал вчера. Это уже совсем самое позднее поколение. Я говорю, наверное, одной из самых поздних Украины в Иландском городе. Микатфеляху, бешабта дырыгла. Да, не только для Йомбута, а аж не в шаббат даже. А что, Амеймар? Амеймар? Человек-то. Это имя. Ну, это прозвищ. Амеймар в утро. Амеймар мазутли. Их выносили на плечах, да? На кассу. В субботу даже. В субботу внутри праздника. Шаббат-дырыгла. Из-за страха. Из-за страха. То есть, они вроде бы как боялись упасть. Но тут, а, вы обрелами шум духа децибура. А некоторые говорят, из-за того, что тесно было очень. Ну, народ было много. И? Ну, они не могли продираться. Они были старые, старые, пожилые, заслуженные мудрецы. Они могли продираться через весь народ вот так, вот так. Теперь это, как мы понимаем, это... Инвалидная коляска или инвалидная коляска? Ну, не было тогда электрической инвалидной коляски. А так было, конечно, да, еще величественнее. Но нет. Электричественные, наверное, даже и нельзя. Есть ручные. Есть ручные. Но они вместо этого, значит, просто проносили их выше, как бы, выше талон. Теперь это... Тут очень интересный простораж. Я вчера глядел. Сейчас я прочитаю. Так мы это в себе видим. Что они вроде как боялись упасть. Или мы боимся, что они упадут. Поэтому создаем достаточно прочную конструкцию. Которая немножечко натянута, конечно, в логическом смысле. Но прямо-то не запрещено. Это значительные люди. У них как бы то, что в них нуждается общество, не подлежит самому. Значит, в таких случаях мы можем чуть-чуть поднатянуть саму на логический глобус. И сделать так, чтобы им было комфортно. Теперь. Раша понимается совершенно иначе. У него, во-первых, другая версия текста. Посмотрите. У него немножко другая версия текста. Он говорит, не мешом бы и тута, а мешом бы и тута до цебура. Из-за страха общества. То есть получается, что боятся вроде как даже не они. А боятся-то как бы их, наоборот, весь народ. Они тут самые страшные. Боятся, что упадет. А вот, смотрите. А вот и нет. А вот и нет. А вот и нет. А вот и нет. И они побоялись. Нет, они все-таки боялись. Но боялись они вот чего. Они боялись. Дело в том, что когда мудрец заходит, все встают. Если проходить между проходом, или там проносить в легкой конструкции, по проходам, где все сидят, что каким-то образом возможно, то продираться между рядами стоящих людей это реально сложно. Ну вот. А дальше он говорит, до как до цебура, это даже наоборот. А по второй версии у Раши вообще так. Доктор до цебура, это не то, что тесно в том, а то, что самому обществу зазорно в некотором смысле. Что мы лишнего, лишнее, лишнее неудобство причиняем обществу. Почему? Потому что вот представьте себе, что эти два немолодых джентльмена медленно идут к своему месту. Все общество встает и остается стоять, пока они не дойдут. А это может долго продолжаться. Поэтому Раша видит картинку так, что ради того, чтобы общество не стояло на ногах слишком долго, их быстренько волокут к этому месту на плечах. И тогда у нас появляется как бы дополнительный аргумент, почему это сделать можно. Здравствуйте. А дополнительный аргумент, почему это сделать можно. Потому что интересы общества, они всегда выше. Но мы же всю дорогу, всю дорогу вот это обсуждение апеллируют в некотором смысле к полезности для общества, к нужности для общества, к тому, чтобы обществу было удобно. То есть я еду на паланкини не потому, что, ну там в некотором смысле прорывается, да, когда они боятся, боятся ухать, там прорывается. Я еду на паланкини, потому что, потому что мне так удобно. Но на самом, на самом деле я еду на паланкини, потому что так удобно людям, которые вокруг меня, которые собрались меня послушать и так далее. Ну вот. Вот такая вот. Вот эти карты как бы, да, есть как бы два, да? Ну, по крайней мере, это сильный усиливающий аргумент. О, мире, родственники, здрасте. Такой цикл для мошон. У нас теперь даже дважды родственники, но они по второму разу поженили. А, те же самые. Те же самые, те же самые, да. Они в Штатах сделали официально, как в гражданских думах. У них была хупа, но нелегальная, но нелегальная, а теперь у них на португальная, но не хупа. Вот. Вот такая вот, вот такая примерная письма. А теперь давайте читать дальше. Анька, я думаю, боишься, что ты у нас тут подвезпособна. Ой, слушай, так я это сама, я тебя же сговорюсь здесь. Ну, сговорюсь, мы сейчас раз крутим, подожди. Ну, во-первых, мишна, но какая-то, она никакая не особенная, сговорюсь. Я почу, про что не мишну. Мишна, мы сговоримся. Мишна, мы сговоримся. Ну, я хочу, чтобы я не могла, чтобы я не могла, чтобы я не могла, ловить. Окей. Значит, есть ли, значит, первенец из скота? Скота, скота, конечно. Ну, конечно, не человек, мы резать не будем, это точно. Ну, значит, купав в яму, то ради, да, говорить, чтобы специалист, значит, туда, то есть спустился в яму и посмотрел, есть ли у него какой-то, ну... Из яму, да? Из яму, да. Из яму, да. Из яму, значит, он ешь, если есть у него яму, значит, надо его поднять и зарезать, а если нет, не зарезать. Так, теперь объясни, объясни, что здесь происходит. Да, это привело безупречно совершенно. Ну, да. Все слова, все слова на месте, да. И даже доказалось, что это не Бахор и Адам, да, Бахор и Гима. Но теперь объясни, а что здесь, собственно, происходит? Ну, происходит то, что первенство скота вроде как надо отдавать в храм. Коэну. Коэну. А, не в храм, а Коэну. А, Коэну. А, и они... А вот да... Который приносит его в жертву. Да. Если... Значит, там тебе говорят така. Значит, вот у нас рождается первенство. Но приносить в жертву можно только того, у которого нет мумин, да, который не беспорох. Значит, теперь получается так. Если он у нас в доме сломался необратимо ногу там, да, его можно в жертву принести или там, не знаю, там царапина на глазу не заживаешь. Да? Есть такой тоже мум. Вот. Все, его в жертву приносить нельзя. И отдавать его Коэну бессмысленно. В этой связи. В этой связи. Мы его можем радостно съесть. Да? У нас же трактат про еду, правда? Значит, это... Мы его можем съесть. Если мы его можем съесть, значит, мы его можем и достать, правильно? Тогда оттуда, куда он сломается. Теперь, значит, происходит следующее. Это, значит, ягнёд. Бород не совсем ям. Да? Это, скорее, водосборник. Типа колодца, да? Это такая довольно глубокая хрень. Вот. И вытаскиваетесь, которая... Ну, там опять... Там опять, что является как... Почему на 16 этаж пешком это нарушение субботы, а на лифте... В смысле, не нарушение субботы, а на лифте нарушение... В смысле, не работа, а на лифте это работа. Я тоже не знаю. Значит, тут тоже, казалось бы, ну, вытащи ты его, бедалагу. Нет. Мы его, значит, оставим пока там. С точки зрения Раги Улды, да? Раги Улды. Туда спускается человек, который разбирается в этих, значит, умеях. Осматривает того ягненка. И если он сломал ногу, то все хорошо. Он просто замечает там все, да? Тогда мы его вытаскиваем, зарезаем и съедаем прямо в этот же самый праздник. А если он, не дай бог, ногу не сломал, значит... Ну, тогда уже, тогда мы его там и оставим в этом, да? Ну, или там, я не знаю. Вот. Но если он главный... Нет. Главная проблема, если он ничего не сломал. Поднимать его или нет? Это интересный вопрос. Здесь не сказано. Здесь не сказано. Здесь пока не сказано. Похоже, что нет. Похоже, что нет, потому что иначе... Если его в любом случае поднимать, то почему его не поднять и не осмотреть снаружи? Зачем нужно спускать туда вниз этого специалиста? Не очень понятно, да? А это такая работа. Работа не из последних, да? Так на веревочках, так аккуратненько в этот 30-ти метровый борт спускать, значит, какого-то тоже немолодого, скорее всего, образованного чемпиана. Ну, тот, кто осматривает эти мумины, это раб реально. Равина. Это, как бы, человек с серьезной подготовкой. Это не просто трехлетние курсы там в этом самом, при там, предвешивке. Нет. Это человек, как обычно. Обычно это лишняя осмаха, как бы, к крови. Да и, грубо говоря, вот так, как местного Равина. Спускает его на веревочке, значит, на этом самый вор. Он там смотрит на того козла. И говорит, извините, но он совершенно цел. А что он там поцарапался, так это пройдет. Так же еще бывает, ну, кого, а ему, ну, В. Если он постоянный мум, то он не за ним, не за ним, а если он так, чуть-чуть, чуть-чуть, чего-нибудь такое, и это потом пройдет, как раз нормально. Да? Он, когда сживет, он прекрасно принесет его в жертву. Никаких проблем. Вот. Так вот он, значит, говорит, ну, поцарапался немножко ваш козленок, но так ничего фатального не произошло. Вынимайте меня, а козленку спустите там пожрать что-нибудь, потому что он не сдохнет у вас до конца емкого. А поднимать его нельзя. Так. Это, значит, позиция радиуда. Если у меня слышно от него, то, конечно, у меня здесь есть тексты. Ага. Ну, я не знаю. Может, в мире? Ага. Но мне лучше листочка. Можно ли рисовать? Нет, а больше. Я люблю на листочке рисовать еще. А, рисовать. Ну, ладно. Ну, это, как художник он так видит. Нет, в мире нельзя. Нельзя даже рисовать. Хочешь рисовать? Нет. Мы все равно не сможем ничего с этим сделать. Рисунки. Рисунки, да. Но рисунки в этом шмуют. Так. Давай посмотрим позицию Рэб Шимана. Так. Рэб Шиман Кунер. Рэб Шиман Кунер. Микар Мебе Одъем Эйнзе Минга Мухана. Окей. Так. И как это понимаешь? Значит, тот, у которого нет, этого самого какого-то изъяна, а его обнаруживают через день. Нет. Мебе Одъем – это значит до праздника. Если этот изъян не был заметен еще до праздника, пока не зашло солнце и не начался праздник, ну это мы должны знать. Ну, теория об этом с самого начала, еще про яйцо, я помню. Ну, говорите уже, говорите, молчите, что же это значит? Ну, скажите хоть кто-нибудь, что-то. Считается, что у него нет мула. Ну, и поэтому что? И поэтому надо его поносить? Нет, это значит не мула, но это понятно, что остается. Козленка, жаль, да, в этой истории вообще. Главное, что его съесть нельзя. Почему? Потому что это... Потому что он мукцы, хевры. Потому что, потому что он, потому что он, потому что он не, и номинам ухан, в том смысле, что он, мы не могли полагаться на, на момент наступления праздника, мы не могли полагаться на то, что мы можем его съесть. Как работает вся эта фигня? Вот сейчас мы можем, сейчас мы можем про эту мусу тереть еще, еще лист, лист текста. Давайте. Подожди, я не понимаю, сейчас, я пытаюсь понять. Первая часть, которая... Помните голубей. Да нет, но первая, эти две части, они связаны между собой? Они связаны между собой. Подожди, я не понимаю. Первый раз говорится просто, упал, упал, а дальше он начинает говорить, что если мы... Ребиуда, что говорит Ребиуда? По, наизиологически, это они сейчас, сейчас будут еще в гематерице, но, но так, альпана, вроде бы, вроде бы понятно, что Ребиуда говорит, что, несмотря на то, что прямо сейчас этот гигнионок совершенно целенький, да, вот сейчас у нас наступает праздник, вот сейчас, джанрис поднимается, да, допускается, неважно, значит, наступает праздник, солнце закатывается. В этот момент этот гигнионок целый, он еще никуда не падал, правильно, целый, целый, но, говорит Ребиуда, я, хозяин гигнионка, как бы где-то ментально, подсознательно, закладываюсь на то, что у него может случиться в течение праздника, когда-то опять неприятно, и тогда я его залежу в себе. В этом смысле он минамухан, он готов для праздничного употребления, это ясно, вот то, что я сейчас сказал? А Рэп Шейман говорит, нет, если у тебя нету мума на момент наступления праздника, если мум, он может и есть, но он не определен, не диагностирован, да, если на момент определенного праздника нету мума, этот гигнионок автоматически, ментально, как бы, исключается из числа объектов, которые я могу использовать в праздник. Да, и даже если он упал, в том-то и дело, потому что для того, чтобы я вообще мог его в течение праздника использовать, я хотя бы подсознательно должен иметь его в виду на момент наступления праздника. Так работают законные мумцы, вообще, всегда. Это то же самое, та же самая ситуация, как Брит Саша Нолдабьонтов. Самая первая наша ситуация. Почему Брит Саша Нолдабьонтов отсюда? Да потому, а там дальше много версий, но в частности потому, что ее не было, я не мог ее держать в голове, это яйцо, я не мог ее держать в голове на момент наступления праздника, и следует, она была мумцей в чистом виде. Вот о чем идет речь, собственно, здесь. Странность здесь другая, странность здесь, что Рэд Шиман вообще-то против мумц. Они как бы меняются немножко позицией, но эту странность я пока не знаю, как объяснить, и не буду ее пока трогать. А что я буду трогать? Этого я прочту раньше, чего и вам, кстати, желаю. Сейчас начинаем уезжать. Я буду сам читать дальше, но судья будет непростая. Если есть в Мум. О, Раша нам запутывает ситуацию еще больше. Он говорит так, что ураги... Давай, изложись. Нет, если я правильно поняла, что... А если есть такой, у которого уже был мум, кого? Мы не знаем, кого или нет, непроверим. Был до Йома. Да, царапила есть. Он узнал про него? Он узнал про него. Что царапина есть? Да. Является ли она мумом кого или не является, мы не знаем. Он не успел спросить. И потом... Потом, значит, упал. И он говорит, вот тут-то я сейчас позову, значит, я не понимаю вот этого перехода. Что дает нам, что он упал? Я не понимаю. Что не возникло какого-то дополнительного мума? Да какая разница? Нет, в том-то и дело. Дополнительный мум нас не спасает совершенно. Нас спасает ровно тот мум, который был Мет-Мой. Это Раша так никогда к нам не будет. Сейчас, что он скажет про Рапшимон, я даже боюсь и предположить. Если он Раби-Уду уже загнал в какую-то дуру. Значит, смотрите. Получается так, что Раби-Уда, про которого мы хорошо знаем, как его отношение к мумцам. У него уже уродское отношение к мумцам. Он должен, обязан, он обязательно обязан понимать так, что если бы у него не было никакого мума до наступления праздника, все. Куда бы он ни падал, 18 раз, сломался все ноги или ни одной, это совершенно неважно, его есть нельзя. Потому что в тот момент, когда, вот, не момент наступления праздника, у тебя в голове его нет. Он не является объектом для следей. Все остальные, остальная живность, которая у тебя по двору бегает, она вроде как является объектом для следей. С голубями отдельная история, это мы проходили в первом перераке. Что их нужно отдельно, как бы, они, все-таки, птички относительно вольные, их нужно специально метить и, как бы, назначать себе птички. А всякие хуры, утки, там, вот эти вот звери, которые у тебя там по двору бегают, они все вроде как, это тоже у нас в этом перераке, да, они вроде как загнанные, они твои, да. И поэтому ты их держишь в мозгу, да, все, ты всю совокупность их. А съедобных, прежде всего, у нас же, опять-таки, по еду, вот, значит, в любой момент ты можешь взять любую курицу, или ягненка, или неважно кого, и залезать. Но не похоро, он-то, как бы, даже и не твой, да, ты же его послезавтра должен курицу отдать, ты же договорился, ли, и не отдашь, только если у него будет внятный, непроходящий, да, ковурок. Изъяна. Вот только в этот, только в этом самом случае ты его можешь считать своим и едой, да. В противном случае он не еда и не твой даже. Окей. Окей? Теперь, значит, они говорят, агур ха ха, да, хочешь ты или не хочешь, раб Геуда должен, обязан со своим отношением к муксам, обязан считать следующим образом. Если у него не было мума никакого, да, до наступления праздника, все, это не еда, забыли про него, после праздника вспомним и отдадим Куэну, если все будет в порядке. Это внеакро сейчас? Да, это да. Отлично. Теперь, и речь идет о нашей жизни только о тех случаях, это Раш уже от себя добавляет Акинту, так сказать, только о таких случаях, когда у нас был мум до праздника, и я хозяин его видел, но равину показать не успел. Ага. И мне не сказали, это мум кого или мум В, да, терапина есть, вот она. Пройдет она или нет, я не знаю, ну, врач, ну, витеринар. Ну, не витеринар, в данном случае, равит, да. Значит, нужен равит. Почему-то падение его в колодок запускает неким триггером процесс проверки, который вот в таких странных условиях могу произвести. Почему-то я не могу произвести его в другой ситуации, это я не понимаю пока. Может, там гемары немножко подсветили в маму. Вот. Это то, что говорит Раши о Рабь-Гилде. А может, потому что, если как бы это не выяснить, он просто помрет, и все, и тогда... Значит, помрет, но кинем туда эту самую опалку сена, и закон не запрещает. И помрет. В общем, какое-то изменение произошло, но... Вот да, вот что-то какая-то тут за цепочкой должна быть, но пока внятно, я это все не понимаю. То есть, у тебя вопрос, почему он не может... Почему он не может просто вот прямо вот через 10 минут после наступления праздника... Позвать раввину и сказать, дорогой, ну вот, понимаешь, такое дело, вот... Очень вот вкусный ягненок на вид, очень вкусный. И скажи мне, пожалуйста, свое слово, вот, ну, могу я его съесть, когда конец уже, или нет? Ну вот. Ну вот, поэтому, увы, эта царапина ничего не значит. Она послезавтра пройдет, и тогда иди с ним кое-как. Ты надвешь руками и берешь другого. А почему нужно, чтобы он обязательно упал, чтобы... Почему нужно, чтобы он упал? Непонятно. Мне пока... Непонятно. Сейчас, может, он раньше прочитывает. Он раньше прочитывает. Действие Мишны Базмана-Зе, когда же храма уже нет. И он говорит, что даже Базмана-Зе мы не можем зарезать. Мы вообще ничего не можем сделать с бахором, с повородным ягненком, у которого нет порода. Вообще ничего. Принести в жертву мы не можем, потому что храма нет. А зарезать просто, это будет Кудашем Бахуц. Как у вас, городские? Вы все живете в своем городе, где? Я городской человек, а этого ягненка, может, живого не еду никогда. Может, запаркивать, ты на таком. Может, вот туда можно сдать? Хотя нет, на нем пахать тоже нельзя. Каким образом? Только осла можно поменять, а ягненка, нет, ничего не сделаешь. Нет, 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 там труба. Может, он выкупит, как ребенок? Что, как ребенок? Нельзя его выкупить, нет способа. Нет, так и тор не предусматривает. Все, надо, ну, теоретически надо его прогнать, сейчас колючий издальщик. У него там на глазу появился царапин, мне нравится. И тогда, значит, съесть. Вот, но хорошо, черт с ним. Шнафа лебур в яре пен ямушан, да, действительно, там вот есть, есть опасность, что он там сбоку. Мумхэ, бакибу мумин, архэн бен мумкавуалэ мумавэр. Понятно. Дальше идет, значит, объяснение позиции рабиуда, а дальше идет объяснение позиции рабшимы. Энзэминамухан, лавмешум мупсэ, асалэ, да, у рабшимына, вот это то, что я как раз, меня тоже еще беспокоил. Рабшимана, он, да, это мурашичный. У рабшимына нет понятия мумкавуалэ, он либерал в этом смысле, да, это вечная, вечная... Да, нет, это просто вечный спор, это вечный спор рабиуда и рабшимына. А рабиуда признает мумкавуалэ, да, рабшиман по общению не был. Он не был. Это не можно ни видеть нахий хрон. Но в случае, вiał он в районе, он выглядит как метокно. Дыхава ли, как данный дин. Докзор, беймшумшу. Докзор, беймшумшу. Вахикама. Энь нагадрату и тир, бояно мухан леликшер. Рэп Шииман говорит так. Рэп Шииман говорит, что ваащета, Я бы, так-то бы, этого Евгененка бы, конечно, съел. Потому что у меня овцы нет. Но для того, чтобы его съесть, мне нужно привести человека, знающего, чтобы он его осмотрел. А вот тут у меня возникает проблема. Потому что это все равно, что суд. А суд у нас запрещен постановлением мудрецов в субботу и праздник. Судит суд. А почему он взял бы, что это все равно, что суд? Уже, действительно, все равно в суде. Что, то есть нельзя в праздник праздника? Да, это закон, суд, в сущности, этот мудрец выступает в, так сказать, в качестве судьи, который выносит некоторое судебное решение по поводу Сур-Вэйтэ. Это и есть судебное решение, оно, это оно и есть. То есть он хочет сказать, что это праздник, что нельзя в праздник. Это не праздник, это Раша праздник хочет сказать, да. Что нельзя в праздник спрашивать раввинами о чем? Спрашивать, дилетатно спрашивать можно. А он не может давать... Сказать, мой товарищ... А он не может давать... Скажешь, моя подруга... А он не может давать указание? Нет. Дело даже не в важном действии, дело в том, что от этого решения будет зависеть судьба этого ягненка, а вот это нельзя, потому что он говорит, что Раш, по-моему, сам немножечко сомневается по поводу своей аргументации, он говорит, с одной стороны, это вроде бы как окончательная подготовка об изменении статуса этого ягнена. Мы говорили много раз про изменение статуса, потому что автоматическое изменение статуса – это еще ничего. А вот когда приходит специальный человек и выносит восстановление об изменении статуса и рем, ну это Дим в чистом виде, это вот он. А он запрещен. Так Раша конструирует по оппозиции Рэп-Сим. Мне бы это в голову не пришло, а Раш я не читал бы. Поэтому поехали дальше. Я-то просто удивлялся, почему же они сменили свою позицию. Раш извернулся, просто ужом. Да? Ну, он же вертится, как этот самый на сковородке, просто буквально. Извернулся ужом и объяснил, почему Рэп-Иуда говорит не про те мукцы, которые ему свойственны, а про что-то совершенно другое. А Рэп-Шим, он вдруг оказывается на стороне какой-то мукцы, которую он в упор никогда не видит. А как бы действительно, что есть, как Мире сказало, два как бы мира, что две позиции, одна с мукцей, а другая без мукцы? Как? Мы об этом две трактаты говорим. Ну, и еще полшабата, которого мы не учили, но еще полшабата. Полшабата, а не собачица, это Рэп-Иуда с Рэп-Шимом, полтрактата шабата, у них там смертельный бой. По поводу мукцы, по поводу вот этого действия, которое совершает вроде бы как запрещенные действия, что это было в Миккаве. Попало таскание кровати по земляному полу. Помните, я говорил о этом, ребята? Паха-то это или нет? Да, паха-то это или нет, совершенно верно. Рэп-Иуда считают, что паха, а Рэп-Шима, что нет. Рэп-Шима последовательный либерал в этих законах свободы и праздника. Ну, у него нету этого. А кроме него есть еще? Ну, понимаешь, кроме него, Рэп-Иуда и Рэп-Шима, это базовый спор. Дальше есть, конечно, те, кто больше любит того, те, кто больше любит другого. Вроде бы как на сухом осадке получилось, что вот это действие было мы ткавем, идем за Рэп-Шима, а в Муксе почему-то идем за Рэп-Юуда. Что, не того, это для него? Ну, так, все понятно, да. Вроде бы. Окей. Далее. Рэп-Шима начинается обсуждение вопроса Бэмайка-Мипалги. Кто помнит? Никто не помнит, да? Бэмайка-Мипалги поднимает вопрос на уровень выше. В чем они разошлись? В том смысле, где-то идеология, ну, чуть более идеологические соображения, чем практические, на которых стоит эта практическая разница. Бэмайка-Мипалги, инуэмаборуэнумимимка-Мипалги, драбь-Юуда саваруэнумимимбэйонтов, в Рэп-Шиманкавар эйнруэнумимбэйонтов. Улифлэгэйбуруэнумимимдэальма. Он говорит, если мы скажем, если мы скажем, что нашлись они по вопросу о том, можно ли проверять вот эти вот самые изъяны. Рабь-Юуда считает, что можно проверять изъяны, а Рэп-Шиманкаваруэнсу нельзя проверять изъяны. Тогда что же они воротили этот огород? Причем здесь этот колодец долбан? Откуда вообще здесь взялся? Почему они сразу не сказали? Давайте поспорим по поводу Рэйнбэймумимбэйонтов. Что с дела? Вот и я не понимаю. Действительно. Начинается с вот этого. Рэп-Шиманкаваруэнумимбэйонтэальма. Да. Вообще! Дэальма или бэй-Альма это вообще. Да? А что, почему он обе... Почему они... Что они этого бахора-то привели? Зачем он... В смысле, бахора понятно зачем. Зачем колодец не понятно. Затем что, закрывать не надо? Нет, ну закрывать. Это же твой собственный колодец. Нет, а нет, закрывать надо, да. Но, как бы... Не, ну тут... Ты сейчас, ты пытаешься меня сейчас вывезти, увезти в языки, нам туда совершенно не надо. Это мой собственный колодец, мой собственный рэйнбэйонок. Я сам себя компенсатора платить все равно не буду. Вопрос, что с рэйнбэйонком делать? Но, блин, а почему этот вопрос не встал до того, как он куда-то упал? Почему мы не можем спокойно поспорить хотя бы, да? Спокойно поспорить по поводу того, вот он ходит у нас уже по двору. Вот у него царапина там где-нибудь на носу. Там, я не знаю, с заездом в глаз. Почему я не могу позвать, могу ли я позвать Рэйнбэйонка и спросить, опасна эта царапина для его здоровья или нет? И, следовательно, могу ли я его съесть прямо сейчас? Или надо подождать? Вот, пока там будет серьезно. Вот. Вот. Не ясно. Окей. Ответ на это возражение. Бахоршана фалеборитстри халей. Салкадата хамин. Мишунцар бали хаин. Ла рим выласки. Кирабиашуа ка камашми. Значит, мнение Рабиашуа мы будем изучать еще примерно через 10 листов. Он говорит, им нужно было обсудить именно первенца, упавшего в яму. Из тарифа это нужно обсудить. Ну, нужно, да. Нужно иметь в виду, что нужно обсудить, да. Естественно. Совершенно верно. Совершенно верно. Мы могли бы подумать, мы могли бы подумать, не просто, что он будет мучиться. А вы могли бы подумать, что он будет мучиться. Салка, да, Тахамина, да, это тоже оператор. Зачем нам нужен этот Баффор Бабок? Потому что у него есть дополнительные соображения. Соображения такие, что мы могли бы подумать, что и соображение царь Бали Хаина, да, и соображение того, что не надо ему давать мучиться. Надо его схитрить, вот это для Арын, и поднять его. В любом случае, без разницы, есть ли он там, он или нет. И нам это говорит не разрешающую сторону. То есть, мнение Рабьевуды нам сейчас говорит, не разрешающую сторону, а наоборот запрещающую сторону. То есть, его нельзя просто так поднять. А нужно наоборот спускать туда этого самого Рабина, почтенного. Но есть другая идея, что можно поднять и не спускать. Не видно, нет, я не вижу в Мишне никакой, какой-то... Я не вижу, где это написано. Наоборот, они говорят, салка, да, Тахамина, это значит, что на самом деле это не так. Мы могли бы подумать, нам могло бы прийти в голову, что из соображений царя Балехаи мы должны забить на все эти соображения, поднять его просто так. А, тогда непонятно, зачем нам Бахор, кстати. Невнятный. Вот. И поэтому мы обсуждаем это, что он упал, чтобы сказать, что... И поэтому мы говорим, что ни этого нельзя просто так поднимать. А пока почти Наравин не скажет, что можно его съесть, пусть там сидит, да. Там, видимо, есть мнение Раби Ашуа, там 10 листами позже, по этому поводу. А что такое Камаш Малан? Камаш Малан, это значит, что... И вот поэтому нам сообщают, что это не так. И это сообщает нам, буквально, да? Это сообщает нам, что это не так? Ну, обычно, что это не так, да. Ну, это парные, парные... В данном случае это парные операторы. Салкета Хамина, та-та-та-та-та-там, Камаш Малан. Тебе могло прийти в голову, что та-та-та-та-та-там, но и поэтому в Мишне сообщается, что это не так. Понятно? Как это работает? Окей. Теперь я хочу прочесть еще одного Рашика. Что такое Ля Рим? Ломар Вадай, Мацебу Муни? А-а-а-а. На, значит, что такое Ля Рим в данном случае? Скитрить, да? Есть такая категория, у нас, по-моему, встречались уже. Да, встречались, точно. Когда мы варили много еды, имея в виду, что к нам придут, возможно, придут гости, а на самом деле, имея в виду, что мы оставим это дело на понедельник, там, и на следующий день. Здесь тоже, он говорит, ну, Ягнен упал 15 метров глубины. Ну, понятно, что он там себе что-то переломал. Это мы его сперва достанем, а потом посмотрим. Это называется в данном случае Ля Рим. Как бы обхитричь немножечко Аллаху. Там у него еще более структура структура. Там две штуки упало. В Ярму, Рабешо придумывает, как можно поднять с обоих. Он подывает одного, имея в виду, его съесть. Потом смотрит на него, говорит, ну, и тощенький какой-то. Давай-ка я второго сперва подниму. Собирает, второго, имея в виду, его съесть. Потом стоит их рядом, смотрит, какое пожирнение. Ну, или какой ему. В данный момент одного он должен съесть, а второго отпускает. Это мнение Рабешо. Там, там, в Ламе Цаингу. До этого еще дойдет. Теперь мы могли бы подумать, что здесь применим такой же хитрый трюк. Что мы можем сделать некую фиктивную кавану. Вот как. Что такое ля Рим? Ля Рим – это именно это и есть. Ты как бы организуешь в своем мозгу фиктивную кавану. Ты в нее не сам не до конца. Ты в нее должен немножечко верить, но не до конца. То есть, если бы ты верил в нее до конца, то она была не фиктивна. Она бы работала. Все же это, вся эта фигня, фурга, вот это вот вся. Она же работает на уровне кавану. Это много раз у нас уже, я в прошлый год весь говорил об этом. И еще следующий буду об этом говорить. Вся эта фигня работает на уровне кавану. Для нас важно сейчас сконструировать сконструировать такую кавану, чтобы нам было хорошо в этой жизни. Мы говорили, что нет, есть предел. Здесь так сделать нельзя. И Рабиуда об этом именно говорит, что мы вместо того, чтобы сделать простое ментальное усилие, как бы организовать себя кавану, ну ту кавану, которую говорит Раши, мы должны запариться, пригласить почтенного раввина, спустить его на веревку на 15 метров глубины и в него это слушать, что он там орет, что он там орет и скажет, что он колодца. Вот. Значит. Ну, да. Значит. Вот. Вот чем оборачивается кавану. Игахи. Игахи. Лу-иш-хот. Вот теперь почему он действительно говорит лу-иш-хот, Рабиуда. Лу-я-ле-в-иш-хот, мей-бай-ли. Он должен был сказать, пусть не поднимает его, чтобы забиться. Пусть он там его оставит. А тут вроде окажется, что он... Посмотрите, как Мишна идет. Это мы уже, когда Анька читала, ты уже удивлял. Им еж-бумумя-ли-в-иш-хот. Им лу-иш-хот. А валь-я-ле-ума. Келу-у-у-у. Он говорит, они дальше вернутся. Это реальная проблема, если их непонятно, что там Мишна говорит. Он говорит, лу-три-ха. Да. Варвы-аски. Сал-кадатахамин-а-лиш-хоти. Камаш-малан. Он говорит, это нужно для того, что человек, ну вот жалко ему своего югенка, он уже все, он не варвен, нет у него мума. Это сам Раин сказал, мума нету. Он говорит, ну не тебя-то, дурака, вытаскивай на веревку все равно, возьми заодно и гнев. Нет, он ничего не увидел на святую. Он ничего на святую не увидел. Он говорит, он говорит так, он говорит, он поднял его. А как он может решить, что его, что можно, значит, он нарушил закон, оба, да, приступил закон и поднял. И теперь он думает, раз уж я уже его поднял, то давайте я его и забью. Вот это я не понимаю, почему. Да, ну это понятно. Казалось бы, а зачем нужно об этом говорить? Понятно же, что он его не может, если у него нет мума, то он может его забиться. этого я пока не поняла. Ну, может, он его не забьет, а просто оставит пожить. Нет, пожить-то пожалуйста. Пожить-то пожалуйста. Нет, это он, он и, он, и, он и оставит его пожить, а куда же он его день? Нет, а там, вот то, что вот это... Ты не можешь... Нет, я сейчас про перевод спрашиваю. Про перевод чего? Вот это... Вот того, что ты сейчас прочел... Вот с риха да варва аске. Вот с риха да варва аске. Нет. Салька да хамин. Лиши ты. Ну вот, ты мог бы подумать, да, что... Нет. Почему-то у них получается так, я не понимаю, почему. Почему-то у них получается так, что уже подняв и нарушив закон и подняв его, он решает, что раз уж я его поднял, давай-ка я его забью. Что как бы иначе у него вроде бы как не получается... А, я понимаю. Что он да сконструировал эту фиктивную каванну. Он да сконструировал эту фиктивную каванну параши, да. Он напрягся, сделал над собой ментальные усилия и сказал, ну, я не буду сейчас спускать никого от никого туда. Я сейчас сам его подниму. Ну, наверняка он точно что-нибудь сломал. Ну, он его таскивает. А ягненок, блин, как новенький. Вот. Как новенький, говорит. Он говорит, ну, я у меня уже каваната есть. Я же его поднял-то. Почему? Потому что я был уверен, что я сейчас его забью и съем, так давай я его хотя бы забью и съем. А вот нет. А вот нет. Да, он говорит, а то они тоже немножко беспокоятся по этому поводу. Лишь хатэй! А там гу! Он говорит, как же можно его забить? Он непорочный, непорочный первенец. Нельзя его забить? Как же? Ну, какая кавана, не кавана, не волнует ничего. Как бы, это вегненка забивать нельзя. Лацариха, да нафарбе мума. Он говорит, нет, а таки у него появился таким мум. Так, я тогда вообще не понял. А как мы тогда сочетаемся? Сейчас. А тогда они переходят на... Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Нет, подожди. Вот где, когда это... Ага, что? Лахи камар. И еш гумума кавуа. Меэр вьем. А, понятно, естественно. Естественно. Потому что... Потому что что? Потому что Раша реконструирует Рэб-Яуду так. И, возможно, правильно, кстати, реконструировать. Потому что сейчас вход гемара-то вроде бы вроде бы туда идет. Говорит так. Если у него не было мума с эра в емутово, да, нам вроде бы как не поможет никакой мум бы среди. Емутово. Да? Да. Потому что он был... Так был мукцы, так остался мукцы. Вот. Теперь он говорит. Ага. Теперь я поднимаю его из жалости к емуту. И делаю неправильно. Так делать нельзя. Вылавливаю, вытаскиваю его из колодца. И вдруг обнаруживаю, что там в колодце да, у него появился мук. И чем это меняет не ситуацию, да, Рабью? Да ничем. Если у него не было с вечера, значит, и сейчас ничего не поможет. Да? Потому что он мук. Ну, они в эту сторону и говорят. Лоцриха, да нафаль бы мук. Да, вот сейчас нафаль. Да? Сейчас у него появился этот изъяв. В данный момент. Да, он говорит, и вот я его вытащил, теперь я его хочу зарезать, потому что у него уже очевидно сломана нога. Все, какую жертву? Все, привет. А они говорят, нельзя. Он говорит, вы а мук-це рум? Он говорит, ну, 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 как бы, и понятно, что не надо его резать, потому что он, то Рабью-уды, он всю дорогу мук-це, да, зачем же нам, зачем Рабью-уды говорит, лой шкод? что-то у нас это проблема, да? Как ему можно вообще лой шкод? Да, если у него, либо нет мума вообще, либо нафаль мум, да, появился-появился изъян в ходе, в ходе емдова, а он весь емдов будет мук-цель. Тогда, почему он говорит, зачем вообще уточнять что-то лой шкод? Понятно, что лой шкод. Он говорит, эла, де нафаль, де мум овер, меэра вьем-то. Вы аж-то гавали мум кого? Он говорит, стат, так мы еще сужаем, да, мы, видите, да, мы все время, это поле, как бы, применимости того, о чем нам говорится, сужаем, сужаем и сужаем. Это называется оп-кинт. Мы делаем одно оп-кинт, а внутри другое. Сперва мы сузили все это, до, да, а теперь у нас оказалось довольно маленькое множество ирнят, у которых этот самый мум был временным до падения в яму и стал постоянно возле падения. Доломал ногу, грубо говоря. То есть, казалось бы, а уже сложная ситуация, да, откуда мы знаем, что он муму вверх, если мы его не проверяли? Ну, он может быть, как бы чувствовал, но ты понимаешь, да, Мир, может быть, но это, к сожалению, не такая логическая, как так не работает, по-моему. мне, сам пожаловался. Что? Сам пожаловался. Сам признался, Сам говорит, молит, да. Ну, да, значит, копыт он, значит, дождинная. Вот, значит, короче, короче, ситуация очень, очень, очень экзотическая. У него, значит, есть какая-то, какая-то видимая глазом царапинка, которая, по идее, должна зарасти. Но, упав в колодец, она как-то так сделала, сделала распространение, ставит, тут затронул, например, глаз. Теперь он все, и как бы... Другая, другая. Другая. Ну, неважно. Это даже неважно, эта царапина или другая. Важно, нет, важно вот что. Важно, что я все-таки краем мозга его держал за еду. Вначале, вначале ее... Какой-то мунта у него был. Да. То есть, он... Краем мозга, да, совершенно верно. Да, мау де тейма, что можно... Против чего эта аргументация, да? Да, ты лавэй, вынишься ты, камаш мала. Он говорит, что да, это ровно то, что они говорят. Что мы могли бы подумать, что краем мозга, из-за того, что у него мун есть, против его вер, он краем мозга его держал за еду, и сейчас, убедительство в том, что мун постоянный, он его зарежет. Уже поднялся. Камаш мала, широк. Да, что нет. Это нельзя. Нет, поэтому он говорит, ло нишка. Мы же, что мы объясняем-то? Объясняем, почему раб Иуда в Мишне говорит ло и шкод. Но он уже говорит ло и шкод, понятно, что его нельзя забивать. Да, мы это объясним. Это относится к такой очень-очень редкой экзотической ситуации, когда у человека были основания на начало Йомтова. Были некоторые, хотя и ложные основания, принимать его за еду, а в Йомтов они, он действительно стал едой. Я понятно здесь, но ситуация довольно сложная. Я как бы, ну так мы же об этом все за рогой говорим. А что делать? Мы как бы говорим, да, пьянин делал. Что ты мог бы сказать? Это то же самое, что вот это вот, что там было, Салка Датахами, например, это похоже, да, Мауде Теймэ, что ты скажешь, что ты скажешь против этого, скажешь, а, ну, с одной стороны у него была, его мозг был вроде как настроен на него, да, ты ловей, да, а с другой, и поэтому он мог бы его зарезать, поскольку сейчас-то он уже разрешен вроде бы как. Потому что он одновременно, что как бы получает, это тоже некоторая аромат, да, это тоже некоторая фиктивная, задним числом как бы фиктивная ментальная операция. Ну, я мог бы ведь думать, что он, что этот мум временный, он постоянный, правда? Я мог бы ошибиться. И тогда бы я на момент наступления Йонтова, я бы думал, что он еда. На самом деле, я ничего подобного не думаю. Но я мог бы. А теперь он и правда еда. Ну, так давайте разъедим его. А нет. А нет. Тонура банан. Так, спокойно, надо рикнуть блоков воды. потому что его надо еще жарить, чтобы он не должен. Жарь, пожалуйста. Жарь, ты как раз пожалуйста. Йонтов, какие проблемы? Жарь, ты сколько угодно, жарь. Но может быть, может быть, поэтому так важно, что он будет с самого начала? Не, 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 не. Не, важно, важно, чтобы запустить весь процесс приготовления пищи. Да. Для того, чтобы запустить процесс приготовления пищи, нам нужно, чтобы этот объект был пищей еще на момент наступления Йонтова. Да. А он не был. Но это, это они сейчас объяснили Рабиуду. А сейчас будут Рабиуду? Посмотрим. Тан Рабанан. Бахор там. Шпанафа лебор. Рабиуда анаси умер. О, теперь они говорят Бахор там, да, что мы выигрываем здесь? Потому что нету Мума. Нету Мума, точно нету. Вот до момента падения в колледже, у него он был абсолютно чистый. Бахор там, шпанафа лебор. Рабиуда анаси умер. Йеребным хэвэры им еш бомум яле ваишхот им лав ваишхот. Да? И вот в этой ситуации Рабиуда анаси следующее поколение, да, Рабиуда и Рабшима на тебе учителя. Особенно Рабиуда так сказать. Учителя кого Рабиуда анаси анаси вот в этой ситуации пусть спустится специалист, осмотрит, если у него появился, точно появился, не было же, тогда вытаскивайте, мы его съедим. так. А если нет, то не резать. Ну, непонятно. А доставать? Здесь непонятно, зачем ставлю лавишхот. Почему непонятно? Да, тоже непонятно. Непонятно. Да, тогда вообще непонятно, как скомплировать здесь ситуацию, где он может подумать, что он его светит. сейчас мы посмотрим. Амару Рабщимон Бен Минасия Харе Амру Эйнру Эйнму Мин Бьем Тов. А ему возражают Рабщимон Бен Минасия так по принципиальному же соображению. Сказано же было, не проверяют эти самые изъяны Бьем Тов. Так что ты не можешь этот процесс запустить уже по этой причине. Что это значит? Это продолжение Брайка. Что это значит? Если у него появился изъян накануне Йонтова, чердов Йонтова, в Йонтава его не перепроверяют. То есть казалось бы, его нужно бы еще раз проверить, постоянно его наливая. В Йонтава это сделать нельзя. Это они для ситуации, которые он там? Любой ситуации. Для вообще любого. Да. Что значит там? Он уже не совсем там. В этой ситуации он уже не... Да, нет, это все клеится к ситуации про Баххор там, да. Ну, ладно бы, мы... В смысле, что вдруг мы считали, что он там? Вот, Шурик, наверное, что мы считаем, что он там, а вдруг там за минуту до праздника что-то с ним случилось, но в праздник мы уже не проверяем о презумпции невиновности? Там сейчас они будут выходить на совсем шизофреническую идею. Ну, не сейчас уже, я думаю, больше в следующий раз. Но шизофреническая идея, что мук целяхатсаим, то полшабата он мук, а полшабата нет. Ладно. Сейчас дойдем и посмотрим. Вот, то есть я к тому, что, я к тому, что, наверное, нет, Анька, все-таки не то, что ты сказала. Но пока я тоже пытаюсь понять. Я пытаюсь понять лучше. Это продолжение того, что сейчас было... Да. Это та же самая братья. Просто этот самый Раджимон Бен Минаси цитирует ему. Это из другого какого-то места. Да? Он в этой, внутри этой братья. Значит, это же реальный спор, да? Раби Иуда... Внутри этой братья, которая Танар Банан, да? Да, которая Танар Банан. Внутри этой братья происходит что-то? Раби Иуда Анаси говорит, надо делать так, надо проверить, и тогда тогда решит. Раби Иуда Анаси говорит, ты что? Не проверяй? Муми. Он говорит, и как это работает? Вот со слова Кейтсад, я так понимаю, что он более-менее цитирует некоторые известные ему истоки. Другую Брайту. Ну ладно, мы мы рвем. Эн ми вакриму. Или он цитирует, или Брайта сама цитирует. Он пытается возъяснить, как бы, редактор Брайты, пытается и как это работает. Но он, по-моему, мэр в Йонт, эн ми вакриму тубы Йонт. Если у него появился, 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 появился изъян накануне Йонт, и мы не уверены, что это мум гаму, что это мум кавуа, не до конца уверены. Мы не можем перепроверить это в Йонт и забить. Да, это понятно. Но если мум гаму, ну лад бы мум гаму, то, это он цитирует уже простомичным. Если у него появился в сам Йонт, этот самый, тоже нельзя. Райп Шимон не видит мукт, но он говорит все равно, это ломи му хам, он не готов для заботы. Теперь, а дальше появляется очень смешная ситуация. Вэшавин, в смысле, Райп Шимон Раб Йуда, я так понимаю, Шимду лад гу, умумо и мо, шизэ умин на муха. Но они согласны, что если он родился в Йонт уже с изъяном, то он готов к употреблению. Последнее понятно? Хотя мы не знали, родится он или нет. Не знаю, родится он. Мы только с Етином. Да, но там, сейчас, там дальше будет, там дальше будет рассматриваться, что у муха на говремо. Мы могли бы завязать мать с ней в животе, и тогда вообще никаких проблем не было бы, ему даже и шкиту делать не надо было бы, ему просто было бы тупо с ней. Вместе с матерью. Там, понимаешь, нету того момента, нету того момента, когда он был запрещен, понимаете? Да? Потому что пока он был, о, Ашенька, привет. Пока он был в брюхе матери, его можно было съесть. Как только он родился, он родился уже со сломанной ногой, его опять можно съесть. Да? Он всю дорогу, как бы, пригоден. Теперь, давайте смотреть, давайте смотреть, все равно звучит, это все равно безумно странно. Ну, мне, это все равно безумно странно. Ну, вот почему вот он пригоден, если, допустим, ну, почему если у него появился, то он не пригоден, а если он родился с новым, то он, да, пригоден. Ну, логику я изложил, почему. Нет, если, нет, если появился, если появился мум, значит, мы его не приготовили, это мукца, поэтому он не пригоден. У раби Шимана нет мукца. В общем, так, давайте посмотрим. Раби Шиман бен Юхай умер энземин мухан, афилу авар убикро, луишко, шуху кимитакну легамре, окей, допустим. Да, он дам, у него там другие соображения, что там, что там суть, что нельзя суть вершить, знаете, вешавин, афилу авар базо, аю мудим, холкин шрифанейн, раби, уда, врачин, шим нолад, аю муиму, шеземина мухан, шээм базэм мишум тикун, мишум дзим, шелу хайта бух, хизкат исур меоулам, вот, вот, вот правильное слово наконец сказано, хазака, конечно. Мы же всю дорогу будем говорить сейчас про хазаков. Это вот, я, кстати, в прошлый раз тоже был. В прошлый раз было, и Нехава потом написала про Меду, про хазаку, и она, мне кажется, немножечко там сфальшивила. Она говорила там про две хазаки, что есть два типа хазаки. Да, статистическая. То есть статистическая и, так сказать, статусная. На самом деле, мне кажется, что все дела обстоят немножко иначе. Я, конечно, не проверял по всему Талмуду, но сейчас вот у нас будет возможность посмотреть на это, на эти случаи. То, что статистическая, это не хазака сама в себе, это способ образования. Хазака – это всегда статус, всегда некоторый, нет устойчивый статус, который там нужно совершить некоторое действие, или должно совершиться некоторое действие, для того, что-то поменялось. Да? Теперь. Вот. Теперь в этой логике более или менее понятно, как работает последний, последний бятвый незакон. У него никогда не было статуса несъедобного. Статус съедобный у него был всегда. Да? Для того, чтобы изменить этот статус, должно что-то произойти. А что, собственно, произошло? Ну, родился он, его хозяйство было, жительство. Ну, Ради нас. Но съедобным то он от этого быть не перестал. Тот бахор там перестал быть съедобным от этого. Да? И дальше ему нужно как бы восстановить этот статус обратно. А чтобы восстановить этот статус, недостаточно того, что он просто упал и сломал ногу. А нужен еще раввин, который это засвидетельствует. И вот с этим уравниваем проблемы. То есть, Хазака – это то, что он съедобный? Да. Здесь Хазака – это съедобный. Он никогда не переставал им быть. Вот. Поэтому эта Хазака не ломается. Если он не бахор при… Ой, при… Бахор, бахор, еще какой бахор? Чего же он не бахор? Бахор? Он бахор, только он рождается без глаз. Понимаешь? Или без лоха. Ну, или там, да, без чего-то очень важного, что не позволяет пригласить его в жертву. То есть, нет того момента, где ты можешь показать, о, здесь он был меседобный. Но когда ты видишь, что она сейчас скоро должна родить, это у нее бахор, ты же думаешь, что ты, наверное, сейчас покажешь его куэну. куэну. А вот это совершенно неважно в данном случае. Хазака не изменяется таким способом. В том-то и дело, что тут ментальные упражнения твои, вот конкретно тут, не очень важны. Он физически съедобен, выдавленный, вот в этот момент съедобен, вот в этот съедобен, и вот в этот съедобен. И как только он родится, он тоже будет съедобен. Несмотря на то, что мы знаем, что он бахор. Ну, а что мы знаем? Мы же не знаем, что он там или там, там или там, там или по-моему. Мы же не знаем. Не знаешь. Ультразвана не было, да. Ты же не знаешь, с глазками он или без. То есть получается, что хазака всегда что съедобен. И для бахора тоже. Хазака – это такая штука, понимаешь? Она в тот момент, когда она один раз приобретается, вот за две недели до родов он является съедобным. Да, без сомнения. У него мать абсолютно кошерная корова, или кто она там, овца. Мы ее можем зарезать, сожрать вместе с зародышем. Так? Так. Дальше. Еще через два дня, еще через два дня, еще через два дня он всю дорогу будет съедобным. Чтобы нарушить эту дорогу, должно что-то произойти. А оно не происходит. Нету этого, нету этой хрени. Когда он рождается, он опять съедобный. Всю дорогу он съедобный. Подожди, получается, что... В том-то и дело, что ведь... Если здоровый, нет, съедобный. Так вот, произошло то, что он рождается здоровым? Так он нет. Он рождается му-мо и мо. Он рождается уже искалеченным. Нет, ты сказал, должно что-то произойти, чтобы он стал не съедобным. Да, он должен родиться здоровым. Если бы он родился здоровым, это нарушило бы казаку. что... Но ведь чаще всего же рождаются здоровыми... Еще раз, оставь эти бредни статистические. Они были хороши, когда они работали на нас. А сейчас они работают против нас. И не надо их вспоминать. Да, большинство рождаются здоровыми. И что? Но этот конкретный уже приобрел казаку. Он же не статистическую казаку приобрел, он физически был съедобный. В том-то и дело. Я вот пытаюсь понять, почему мы каждый раз не считаем, что это он не съедобный. Потому что мы думаем, что он родится здоровым. Анька, мы ничего не думаем. 15 минут до рождения он уже съедобный. Он еще съедобный. И не важно, он там или... Он съедобен. Если зарежешь ее мать до его рождения, он будет совершенно абсолютно съедобный. Не на 100%, не статистически. А просто вот съедобен и все. Понимаешь? Тут не статистическая никакая казака образуется не статистическим вычислением. Об этом я, собственно, как раз и пытаюсь сейчас сказать. Что она образовывается можно разными способами. А она образовывается и статистически. Да, вот мы видели это в какой-то моменте. Что, большинство, ножку тот, но здесь нам нет необходимости прибегать к статистике. Статистика это наш последний последний оплот, если что-то другое не работает. Но у нас работает закон просто простой очевидности. Он тупо очевидно съедобен. По факту он просто вот был съедобен и каждый, в следующий момент он тоже будет съедобен. По индукции, типа. Кто математик здесь? По его индукции снается. А потом вдруг раз родился родился с... Даже сренняя. Шаг индукции. Родился самым, то все, стоп. Тогда он, тогда это и будет действие, которое нарушает его хазакуские должности. Но тут-то этого действия не произошло. Он родился в его вечном. Вот. То есть хазакам в некотором смысле эта штука гораздо сильнее здесь получается. Штука гораздо сильнее, чем рожденный, чем статус рожденного и нерожденного зверенца. Ну или там ребенка. Она от того, что он родился, хазака не прерывается. Она прерывается только от того, что он родился с определенными свойствами. Вот от свойств прерывается, а от рождения от самого нет. Вот так это работает. Вот это, мне кажется, волшебно. То есть вот ровно это я хочу как бы хорошо понять и как-то сделать это понятно. Окей. Теперь они цепляются к последней фразе, вот этой самой последней, которую мы сейчас вот долго разъясняли. он рождается уже с изъяном. Его можно проверить в емках изначально. Это не будет ничего нарушения. Проди кровину, спроси, можно ли? Он скажет, можно ли? Я сейчас поеду проверю. Это мнение против этого самого, который говорит, что нельзя. Это мнение против того, что говорит, что нельзя, но он говорит это к тому специфическому. Понимаешь, как, Аня? Вот он рождается, искалечен. А как мы узнаем, что это правильный мум? Для того, чтобы узнать, что он родился с правильным мумом, для того, чтобы поддержать нам нужен раввин, который он терапевал посмотреть. Эмберра. Родился, например, с кримином. Нет, но это я... Да ладно, не важно, с чем он там родился. Не в этом дело, что ведь это он как бы противоречит мнению, что в емках нельзя давать такие указания. Да, 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 но он говорит, он не совсем противоречит, потому что все предыдущее было разъяснением к этому как раз мнению. Что значит нельзя игру ему и не бьем? Это значит, что нельзя проверять уже существующему, что нельзя проверять ново-появившейся но, но да, возможно, да, можно осматривать новорожденного зверя. Понимаешь? А, окей. да, потому что иначе как понять, что он больный? Да, чтобы установить, что он больный, нужно мнение специалиста по мумилу. Понимаешь? Это не объяснение. Это да, объяснение. потому что как понять? А как понять там? Что значит там? Где там? Там никак не понимать, потому что там это запрещено делать. А здесь это делать разрешено. Есть его. Как же ты его будешь есть, если ты заранее не проверишь, что у него мум такой, а не сякой? Что у него не просто... Там же тоже есть случай, когда запрещено. Где там? Ну вот если он упал и появился мум, который уже его вывел из... Верно. И там мы говорим, что этого недостаточно для того, чтобы сломать мумцу. Там-то нельзя его есть. А не про мумцу, а про то, что можно ли проверять. Это другое сейчас. Проверять непонятно. Это... А, непонятно. Это же мы сейчас спорим сейчас в рамках Брайта, где Раби говорит, Раби, Данаси говорит, что можно проверять. А Раби Шимон Брайнаеса говорит, что нельзя. И Раби Шимон Брайнаеса объясняет, что значит нельзя. Что значит нельзя? Нельзя проверять уже имеющийся мум, нельзя проверять уже появившийся мум, но да, можно, и с точки зрения объяснения вот этого Раба Баравума, да, да, можно проверять мум у новорожденного звереныша. Вот сейчас я только сказал, нет, да. пока я имею, вот это суть дроши Раба Баравума. Абба Тану, Абба Тану, это у него Абба интересная. Далее. Абба Тану, Мой отец учил так, что если нет, приступил и проверил, мы можем считать его проверенным, нарушил и проверил. А ты мне говоришь, что можно изначально проверять. Ну, из-за этой формулировки понятно, что изначально проверять нельзя. Если он авар выбекает. Потому что суд запрещен. Ну да. Ну, потому что суд запрещен, да. Амар Абайей. Кватейдер абабараву на мистадра. А, это... Дело в том, что я вот люблю это обсуждение. В Талмуде есть мудрецы, которые всегда уходят правыми, а есть мудрецы, которые почти никогда не выходят. Равнадман из тех, которые из последних. Равнадман – человек, склонный к ошибке. Ну, они им издеваются немножко там последние. Равнадман... Хотя и очень-очень уважаем мудрец. Он там рожки шила и все дела. Мудрец совершенно первой величины. Врат в тресе через брак с домом Рэш-Долуто и все дела. Но это, кстати, тоже не лезто-форшевая блока. Вот. Но его часто сажают в рожки. И вот здесь, вроде бы, как получается примерно следует. Примерно это же. Амар Абайи. Кватейда Рабабара Азмуна Мистабра. Медокатаны Тлатабавы. Ага. Значит... Абайя сказал. Видится Мистабра, да, похоже на то, что Рабабара Азмуна как раз прав. Что прав не Папа Равнахмана, а Адапка Рабабара Азмуна. Потому что в этой Брайте мы учили три Бабы, да, три позиции, три куска. Баба – это вообще-то ворота, да, ну, как Баба Камы, но имеется в виду, что Брайта разделена на три части. Брайта имеет в виду конец той Брайты, которая приводилась, да, там, где говорилось о правилах. А сколько у нас еще времени? У нас еще 15 минут. Ноладу муме эрвьонтов. Эйнн вакрима табы йонтов. Да? Первая Баба такая. Если у него появился мум, появился изъян с канула йонтов, его не проверяют в йонтов. Изначально нет, но если проверили, то и хорошо. Это изначальный запрет Мелькадхила, но Бадзиават, его можно считать проверенным. И съесть. Что значит проверенный? Район значит съесть. В смысле, если кто-то... Если его... Да. Если мы нашли такого отщепенца раввину, вроде меня, который посмотрит на этого овца и скажет, это точно, вот это никогда не пройдет, это вот то, что у него на глазу, это не то, что тебе кажется пятнышко просто, это на самом деле изъян, никогда его ни в какую жертву никто не принесет, если придет в машину, все храм построят, все равно его можно будет съесть прямо сейчас. Съедай. Да-да, может съедать. Окей. А изначально такой чепенец будет не дойдет. Но он в время открытия не появляется. Он может появиться, да, да. У нас такая, да. Людь и ангелы... Если у него появился изъян сам Йонтов, и на это Рабшим говорит, это не... Он не готов. Он не может служить пищу. Да. В этом случае даже постфактум, даже если пришел Мунхэй и сказал, да, это точно совершенно Мунхэй, никаких проблем с этим нет, съесть его можно будет только после его. Потому что он Ломинаму. Непонятно. Раша все тянет в сторону суда. Раша тянет в сторону суда, но здесь кажется, что нет. Похоже, что нет. Похоже, что идет это в сторону Мунхэй, которую Рабшим вроде бы не признает. Давайте посмотрим здесь, Раша. Эйнзэминамукан. Машма афилу деавад и нахана. Ну, это мы уже поняли. Вот. Мидаликфля гуля трей бабы. Мидаликфля гуля трей бабы. Нет, я не понял. Я не знаю. Я поняла, с чем это еще хал. Чтобы сажать сухи нельзя было. Ну, вроде того, да. Там оно изначально про жертву принести, но сожрать тоже надо. Вэгадар таны. Это третья баба, да. Третья баба. Вэшавимшим, ну ладно, му-моемо. Шазэминамуфан. Я не согласна, что если он родился прямо уже с изгяном, то это готово. Вдеавилу ли ахила нами? Да. Даже изначально. Даже изначально его можно проверять и съедать. Да. Не бедалат, а совершенно даже милокатфил. Понимаете? Эти три бабы, они отвечаются в том числе и по подходу с точки зрения бодиават-милокатфила. Первая бодиават-авальон-милокатфила. Вторая афилу бодиават-намилокатфила. А третья афилу милокатфила-намилокатфила. Это понятно. Да. Это так интерпретируют оба ей. Говорят, что таки похоже, что раб рабу был прав. Да? Конечная позиция идет иметь в виду именно милокатфила. ВААКИ АТА РАВУШАЯ Куда я тут, пожалуйста, пришел? Да, видимо, да. ВААКИ АТА РАВУШАЯ АТА ВААЙТИ МАКНИТА ВАЯДЫ Ага. И вот пришел... А потом пришел Равушай, видимо, из отсюда, из Израиля. Пришел и принес в руке своей такую брайку. ВААКИ АТА РАВУШАЯ БЕН ШИНУЛАТБУМУМЕР ВЁНКУ БЕН ШИНУЛАТБУМУМЕР ВЁНКУ БЕН ШИНУЛАТБУМУМУМЕР ВЁНКУ ХАХАМИМУМРИМ ЭНЗА МИНАМУХАМ И так и так, да? Да? Что... Что... Если у него зародился из Ян до Йонтала или же у него появился из Ян сам Йонтал мы объединяем это в общую категорию. Имеется в виду, что до Йонтала у него появился непроверенный из Ян. Недопроверенный. Ну, это имеет руджи. Если бы у него был проверенный, постоянный из Ян, то, понятно, никаких проблем с этим нет. Вот. И мне ничего не нужно делать для того, чтобы он скидывал. Он уже является скидой. Ну, вот. Теперь... Теперь так. А они... Эти мудрецы, этой прайты объединяют эти два случая как бы в одну бабу. И получается, что в этой бабе Афиламилет Катхила наамилев. Афил Бодиавад наамилев. В смысле, что проверил ты его или не проверил ты его, есть его нельзя никак. Потому что на момент наступления Йомта у тебя не было закрыто в мозгу, что есть его можно. Да. Да? Он не являлся едой, опять же, извините, я... Я мог бы еще жестче говорить, но я понимаю, что это зашлабонервных, возможно, нет. В мире у нас суббонервных. Вот. Мне кажется, неправильно назвать его едой, потому что едой это что-то уже зарезанное, а это должно быть... Ну, я же как бы... Ну, я как бы... Ну, они говорят мухан, но не знаю, как-то мне это... Ну, это приятно, называть, что это как еще поищает ягод. Мухан, это как пища. Да. это как пища, да. Котел ему еще рановато. В эла кащерах тогда получается, что у нас у нас получается, что это Брайта, это Брайта будет таки представлять собой трудность для интерпретации обаея. Да, что три бааа и вот это вот нету Брайта. Получается, что в этих случаях Афилобедя ватна мело и, возможно, в третьем случае тоже чего-то там у нас не так. Да? Тогда у нас подвисла там или Котхила, которую мы повесили на третью бау. У нас же нет теперь третьей бау. А все, две есть. Получается, что это кашья. Это проблема, поставленная на видение раби Абау, на видение Абае, который поддерживает рабы Баррабу. Это понятно? Сейчас. Я еще раз попробую объяснить. Значит, на чем стояло все объяснение Абае, которое поддерживало мнение рабы Баррабу, что в последнем случае даже Меликатхила можно проверять. В последнем случае, когда... Когда он родился вместе с Изианом. На чем стояло? На том, что у нас есть три разных позиции. В каждом из трех разных позиций действуют разные логические подходы. В первом у нас была Бадиават, Абально, Меликатхила, а во втором Афилу Бадиават, Ло, а в третьем Афилу Меликатхила, К. Теперь, и это получалось гармонично. Именно поэтому там было три балла. Три балла, да? Теперь-то у нас нет трех баллов. Когда эта Брайта пришла, эта Брайта вместе с Радио Шаей, да? Пришла Брайта. И сказано, две первые позиции сливаются в одну. Там даже Бадиават, Ло. Значит, следующая позиция не может быть на целых две ступеньки, на целых две ступеньки слабее, как бы, да? И не сильнее, как посмотреть. Значит, она должна быть Меликатхила, и так далее. Это и есть позиция Папы Равнахмана, да? Помните? Да, да, да. Есть позиция Папы Равнахмана, а не позиция Раба Вараву. Да. Это значит, это и есть кашель к мнению Раба Вараву. Да. Сейчас, конечно, росло кашель. Сейчас посмотрим. А, у нас тут есть известный путаник, зовут вот это вот Ада Бар Укми, Укми, возможно, кстати, прозвище Укми, это черный, темный, темный, мутный. Вот. Это мутный Ада, который все время путает Брайт. Вот, это Брайт происходит от него. Там, наверное, конечно, путано. Ход странный, я согласен, да. Даже на грани фола, возможно, у них была информация, действительно, что это Брайт это Брайт не считает этому человеку, а за этим человеком числятся неправильные Брайты. Бывает. Да, бывает. В некоторой рукописи там известно, что в некоторой рукописи ошибок переписчика там на порядок больше, чем другие. Есть такие. Но зачем ты его тогда вообще используешь? Мало ли, не знал, это Равль Шайя, не знал, не знал репутации этого человека. Принешь Брайту, Брайт, а как Брайт, в принципе. И дальше мы начинаем читать репы, а как она сочетается со всеми другими Брайтами, которые у нас в жизни есть. А никак. Потому что сказал, сказал. Я как-то сказал по-русски. Это Тукма сказал, так и мы совершенно не обязаны ее рассматривать серьезно. Окей. Нет, отмазка, конечно, гниловатая. Амара нахманбар Иц Матнитин нами дайк. Он говорит, теперь, для того, чтобы понять, так ли это, для того, чтобы проверить в некотором смысле текст Брайты, нам нужно заглянуть обратно в Мишну и очень-очень внимательно на нее посмотреть. На дайка. В смысле, посмотреть на ее язык, не можем ли мы выловить оттуда какую-нибудь блоку лишнюю. А что так? Матнитин и дайк. В Мишне тоже уточняют. Если посмотреть на точный текст Мишны, она тоже подтверждает это. Я это, понимаете, следует так. Вот это, вот Матнитин нами дайк. Да. И Мишна тоже уточняют. Декатаны. Рабшимону мер, кой шеен мумоникар мер в Йонтаву. Эн дымен мокан. Мэй эйму мумоникар. Да, когда Рабшимон говорит, что если изъян незаметен с канула Йонтава, это не готово к потреблению. Что такое незаметен, что такое незаметен? Илэйма шеен мумоникар клаль пшита трихалимэйма. Если он скажет, что нет вообще никакого заметного повреждения. Ну, блин, значит, это бахор там. Я, извиняюсь, по крайней мере, Казакаеву, что это бахор там. Нет никаких свидетельств того, что он нет. У меня нет царапин. И зачем тогда это все бывает? Эла дало идхазы лихахам мера в Йонтав и мумково и мумуга. Но речь идет о том, что была какая-то царапин. И никар в том смысле, что его не показали мудрецу, чтобы он проверил это постоянно или в Риме. Акатан имигат. И все-таки мы при этом говорим, учим. Энзаминамухан. И именно про этот случай, не про тот случай, когда у него появляется реальный мум посредине праздника. А про тот случай, когда у него уже был мум накануне праздника, мы не знали какую. И все-таки мы говорим Энзаминамухан. А, так это ведь дайка нами, макните нами дайка, это он же в обратную сторону говорит. да. В смысле, что даже мелькадхила, нет, это что не знаю, говорит мелькадхила, а мне кажется, вообще и бэдяават. Да, да, понятно. Энзаминамухан, афилу дяават, да, Россия говорит, афилу дяават. конечно, это дайка нами, это в сторону того, той брайки, которую мы признали испорченным. что Рэп Шимон, который, казалось бы, самый левый из мудрецов, ну, самый либеральный, Рэп Шимон говорит, что даже если у него существовал, ну, казалось бы, как в этой интерпретации говорит, и даже если у него существовал некий неизвестный мум, который был до Йомтова. И в Йомтова мы его проверили и убедились, что он постоянный, даже в этом случае его есть нельзя. И это сдвигает нам все это, опять же, у нас получается не три бабы, а две, ну, в той брайке исходной. И это сдвигает нам последний случай, когда он родился вместе с мумом, на уровень бедявата, а не на уровень икакхи. Ну, как вот в этой брайке, как вот в этой кашья, кашья, когда я объяснял Эла Кашья Ра. Ну, так есть кашья. Да? Наоборот, есть не кашья, а просто вытеснение, это мнение вытеснено. Реально, да? Чем вытеснено? Мнением Раванахмана, традиции отца Раванахмана, который говорит, что там бедявата, не кашья. Брайты, которым мы говорим, что она вроде левая, но она есть. Да? Который объединяет эти два первых случая. И тогда третий повисает, опять же, на бодиавата, не на Меликатхилу. И вот этим рассуждением про Диук в Мишне, да, про некую точную разбор, точный разбор текста Мишны, из которого тоже вытекает, что первые два случая идут Афилу, бодиават, на Мило, третий случай клеится на бодиават, Кен, а Меликатхилу не остается никакой. Это понятно? что я сейчас... Ну, лучше бы не понятно, но вот все-таки вот этот Раванахмана, что они так не рассмотрели. Они именно на этом все и строят? Нет. Почему? Ну, они отчасти на этом все и строят. А, вот Тору и Шкод, когда он там, не, не рассмотрели. Не понятно. Но может еще рассмотрят, я не понял там пока ничего. Я прочту еще раз. Ладно, спасибо. Всем спасибо, все свободны. Да, это выключается. Спасибо.